Сегодня хочу затронуть состояние, волнующее многих беременных женщин. Это тазовое предлежание плода. Возникновение такой проблемы оказывает существенное влияние на ход беременности, а также сам процесс появления ребенка на свет. Тазовое предлежание плода многих беременных такой диагноз настораживает, а кого-то пугает всерьез. Давайте разберемся, что же это значит, чем тазовое предлежание опасно и как оно влияет на ход беременности и сам процесс родов. Накануне родов малыш, как правило, принимает положение головой вниз. Именно такое расположение считается правильным. Но бывают случаи, когда будущие маме диагностируют тазовое предлежание плода. Тазовое предлежание – это состояние, когда ножки и ягодицы малыша находятся в районе входа в малый таз беременной. Оно бывает нескольких видов. Ягодичное – малыш как бы сидит на попе, а его ноги согнуты и прижаты к животу. Ножное – ножки обращены к выходу из матки. Смешанный вариант – к выходу из матки прилегают одновременно и ступни, и ягодицы. Тазовое предлежание бывает у 3-5% беременных. Можно ли рожать самой? Сразу спешу вас успокоить. На сроке до 32 недель – это 7 месяцев в беременности – тазовое предлежание является абсолютно нормальным. Связано это с тем, что ребенок еще небольшой, и в матке достаточно места для его движения. При приближении к роду малыш будет стремиться развернуться и занять положение головой вниз. Кроме того, есть целый ряд мер, которые могут ему в этом помочь. Также будущих мам часто беспокоит вопрос – можно ли при тазовом предлежании рожать самой? Да, можно. Но окончательное решение принимают врачи. При этом учитывается ряд ключевых факторов. Вес малыша на доношенном сроке. Верхняя граница, при которой вам разрешают рожать самой – это 3,6 кг. Если по данным УЗИ вес плода больше, то естественные роды противопоказаны. Есть и нижняя граница – 2,5 кг. Если вес будет меньше, то рожать тоже не разрешат самой. Наличие или отсутствие противопоказаний. Если, к примеру, у вас есть рубец на матке, то вам назначат кесарева. Вариант расположения ребенка. Если малыш лежит в чисто ягодичном предлежании, вы можете родить сама, при условии, что других противопоказаний нет. Причин может быть несколько, но к основным факторам, которые повышают вероятность тазового предлежания, относятся следующие. Это многоплодная беременность. В этом случае один малыш, как правило, занимает головное предлежание, а другой – тазовое. Наличие у ребенка патологии, к примеру, водянка, анэнцефалия и другие пороки развития. Патологические состояния матки – миома или плаценты. Аномалии матки – седловидная, двурогая, наличие перегородки внутри матки. Избыток или, наоборот, недостаток околоплодных вод. В первом случае наблюдается повышенная активность плода, во втором, наоборот, ограниченная подвижность. Как определить предлежание? В 21 веке основным и наиболее достоверным методом диагностики предлежания плода является ультразвуковое исследование. Получить точную картину положения ребенка в утробе матери позволяет трехмерная эхография. Есть и другие методы, с помощью которых мы, акушеры-гинекологи, можем диагностировать тазовое предлежание. Это наружный осмотр. Акушер пальцами прощупывает живот беременной. При тазовом предлежании в нижней части ощущается малоподвижная часть плода неправильной формы. При этом в области дна матки можно различить голову малыша. Влагалищный осмотр на гинекологическом кресле. При ягодичном предлежании четко различается мягкая часть с крестцом, копчиком и паховым сгибом. Если плод лежит ножками вниз или смешанным способом, то врач сможет нащупать стопы и пальчики. Запомните, тазовое предлежание диагностируется только в конце беременности. Делать это до 32 недель нет смысла, так как малыш внутри мамы постоянно меняет положение. Так что не переживайте заранее. Если роды все ближе, а малыш так и не перевернулся, то вам могут назначить лечебную гимнастику. Она включает в себя комплекс упражнений для переворота плода. Выполнять ее можно с 28 недели беременности и только после консультации с вашим врачом-акушером. Также при диагностировании тазового предлежания мы рекомендуем будущим мамам плавание в бассейне. Оно уменьшает силу тяжести, и малышу легче будет перевернуться и занять правильное положение. Кроме того, при отсутствии противопоказаний может быть назначен такой способ, как наружный акушерский поворот. Врач искусственно с помощью специальных методов поворачивает малыша внутри живота с попы на голову. Поворот ребенка производят только с письменного согласия женщины после того, как ее предупредят обо всех возможных рисках. Если будущая мама отказывается от акушерского поворота, то нужно дождаться, когда ребенок достигнет доношенного срока – 40 недель. После этого врач принимает решение о способе родов естественным путем или через кесарево сечение. Учитывается вес малыша, наличие или отсутствие противопоказаний – тип предлежания. Тазовое предлежание чревато возможными осложнениями как для малыша, так и для женщины. Это отхождение вод раньше времени, когда разрыв оболочки плодного пузыря происходит преждевременно. Серьезность последствий будет зависеть от срока беременности, на котором это произошло. Чем он меньше, тем выше риски. Неправильное положение плода может привести к слабости родовой деятельности. Шейка матки в этом случае не раскрывается с необходимой скоростью, и малыш медленнее продвигается по родовому каналу. Высокий уровень травматизма во время родов. Если малыш с тазовым предлежанием появляется на свет естественным способом, у него могут быть диагностированы внутричерепные травмы, гипоксия, асфиксия. Определенному риску подвергается и сама женщина. Это чревато всевозможными разрывами. Часто малышам, которые появились на свет в тазовом предлежании, требуется реанимационная помощь. Кроме того, такие дети должны находиться под особым медицинским наблюдением в ранее неонатальный период. Если к концу вынашивания устранить тазовое предлежание так и не удастся, готовьтесь к тому, чтобы лечь в стационар. Врачи будут пристально наблюдать за вами и вашим малышом и примут окончательное решение о способе родоразрешения. Главное, сохраняйте позитивный настрой. По своему опыту скажу, что не только физическая, но и моральная подготовка очень сильно влияет на то, как пройдет беременность и как пройдут роды.